Итак, мы много говорили о Таргет и о секс-культе, который они поддерживают. В Таргет заявили, что они собираются переместить или убрать некоторые товары из своих магазинов, так что мы решили отправиться в наш местный Таргет и проверить. Я не хожу в Таргет, моя семья тоже, я впервые за долгое время иду туда. Сегодня мы выясним причину этой шумихи. Поехали. Хорошо, вот и мы. Итак, люди говорят, что они прямо на входе сражают тебя пропагандой. Давайте проверим. Вот, посмотрите. Флаг Квир-движения. Флаг Квир-движения ожидает вас, среди прочего, в корзине со скидками. Шарфики и... я не знаю, что это. Какое-то колдовство или типа того? Это в десяти шагах от входа. Идем дальше. Хорошо. Итак, где-то в пятнадцати шагах от входа, дамы и господа, прямо здесь, в начале магазина, в Тампе, штат Флорида, стоят манекены не только для взрослых, но и для детей. Вот. Маленький ребенок. В самом начале секции Прайд. Конечно, вместе со взрослыми, футболки с голыми людьми. Он, она, они. Понятно? И все без одежды, рядом с ребенком. Что интересно, детский отдел тоже совсем рядом. Все это детский отдел. Не говорите мне, что это случайность. Вы просто не можете попасть в детский отдел и не увидеть этого. Давайте заценим. Вот нагрудники. Я всегда горжусь тобой. Нагрудники. Он, она, зе, они. Огромная доля контента в этой довольно массивной секции, отсюда и до туда, направлена на детей, несовершеннолетних. Я горжусь. Это на испанском. Интересно, сколько они продали таких? Транс-люди всегда будут. Вот Прайд-комбинезон для годовалых детей. Они сказали, что избавились от комбинезонов. Нет. А вот знаменитый универсальный купальный костюм. Вы можете спрятаться, но не очень искусно. Вот, посмотрите. Я не Алекс Штейн, я не буду его примерять. Но здесь дополнительное покрытие промежности, если вы решите поместить туда какую-либо интимную часть вашего тела. Это на вас. Вы можете видеть одежду для взрослых, но значительная ее часть предназначена для детей. Вот, маленькая юбка, размер 5Т. Это для детей. Это просто шокирует. Но вот это очень интересно. Посмотрите, нам есть место везде. Этот безобидный предмет на самом деле создан вот этой компанией. Это сатанистская компания в буквальном смысле. Сделана сатанистами. Эрик Корнелл, сатанист. В Таргет утверждают, что он любит использовать все пугающее в своей работе. Нет, этот парень говорит, что сатана использует модные местоимения. Говорит, мы тусуемся сатаной. Итак, это Таргет. Там вход. А это сатанистский продукт. Это вход. А это сатанистский продукт. Они сказали, что убрали это. Они солгали. Таргет солгал. Это все ложь. Это, конечно, Сэм Смит. Альбом Сэма Смита. Это тоже сатанистский альбом. И еще у них есть... Скажите, что это не груминг. Мой квир год. Вот он. Это дневник. Для маленьких детей. Вот дневник для маленьких детей. Страсть. Страсть. Страсть – это яркое чувство в твоей душе к чему угодно. Любое чувство и желание, когда ты делаешь то, что тебе нравится. О, хорошо. Каково твое самое сильное преступное желание? Что, если тебе не придется чувствовать вину за него? Подожди-ка. Минутку. Что-то не так. Да, определенно. Определенно никакого замысла. Никакой пропаганды. Опять же, вот детский отдел. Это рядом с детским отделом. С замиранием сердца. Это раскраска, в которой взрослые, фактически... Это детская раскраска, в которой взрослые и молодые люди целуются. Вот что это. Видите? Борись с системой. Видите? Потому что цисгендерные люди для них враги. Все хуже, чем я думал. И, конечно, здесь все эти игрушки. Итак, дамы и господа, официальный тур. Большая часть это детская одежда. Таргет не только не убрал, но поместил все это рядом с детским отделом. Вот такой тур. Это на 100% реально. Это не паранойя, порождающая панику. Вот изображение голых людей в детском отделе. И если вам интересно, являются ли дети целевой аудиторией... Вот настоящий манекен. Не верьте пропаганде. Не верьте пресс-релизам. Вот все это во всей красе. Итак, Таргет извинился за это и убрал все эти товары после волны возмущения. Они лгут вам. Это неправда. Они просто надеются, что вы не заметите. Они ничего не убрали. Все еще можно найти сатанистские товары, витрины с детскими манекенами в начале магазина. И один из них даже ближе ко входу, чем я сейчас. И последняя вещь, не дающая мне покоя... Давайте найдем отдел Магнолия Тейбл. И посмотрим, как далеко этот отдел, созданный сатанистами для атаки на детей, расположен от отдела Чипа и Джоанны Геймс. Идем. Вот сатанистский дизайнерский уголок. И затем прямо здесь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В десяти шагах образцы христианства и семейных ценностей. Геймсы. Вот так. Вот отдел сердца и руки с Магнолией. Они даже поместили сюда Джоанну Геймс, которая смотрит прямо на сатанистский груминг-отдел Таргета. Итак, все, чего ваша душа пожелает. Отличная работа. Было бы интересно услышать от семейного, консервативного, патриархального и матриархального бизнеса, что они думают об этом. Но они молчат, продавая свои товары напротив отдела людей, которые предположительно против их ценностей. Есть ли у вас вообще ценности, если вы их не отстаиваете? Да, ребята, все еще хуже, чем я думал. Опять же, я очень долго не был в Таргете, хотя я видел около десяти нужных мне вещей. Я не буду ничего покупать, потому что... О, привет, как дела? Я поддерживаю тебя. О, спасибо, это не постановка, клянусь, но что ты здесь делаешь? Хорошо, послушай. Я слышу все это, так? И у меня назначена встреча с моим окулистом. О, нет. И я подумала, вот блин хреново, что мне теперь делать? И она мой близкий друг, так что я все равно должна поддержать ее. Но я не хочу поддерживать все это. Я в затруднительном положении. Все в таком положении. Рада тебя видеть. Рада видеть. Дай пять. Всем нам приходится выбирать. Всем приходится выбирать. У нее встреча с окулистом. Это неудобно, это неприятно, но вам важно знать, что происходит. Вот почему мы здесь. Мы показали, что на самом деле происходит. Корпорация Таргет лжет вам, они лгут всем нам. Если вы идете по этому пути, пути секс-культа, груминга, по крайней мере, скажите об этом честно. Хорошо, вы приняли это решение для вашего бизнеса. Старбакс. Если это то, к чему вы, ребята, готовы, то, по крайней мере, отвечайте за это. Верно? Вы просто решили избавиться от 80% своих клиентов. Вы приняли это бизнес-решение, но на самом деле они солгали. Таргет официально лжет. Не верьте их лжи. Огромные корпорации делают это. Итак, дамы и господа, вот Горькая Правда из Тампы, штат Флорида. Не приезжайте сюда за покупками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова